Вот и настал тот момент, когда мои ручки добрались до нового продукта от компании Альфакер под названием Спаркс. Это ароматизированные шарики для усиления вкуса и у меня их 7 штук, 7 вкусов. У меня есть вот такая брошюрочка, которую я тебе обязан зачитать. Примерно так. А Альфакер Спаркс это инновационный продукт, который изменит твое привычное ощущение курению кальяна. Новая линейка представлена в 7 уникальных ароматах. Наш новый продукт дает тебе возможность усилить ароматику в чаше, добавить новые ноты в процессе курения и открыть для себя яркие оригинальные миксы. Добавляй Альфакер Спаркс при забивке в чаше или в процессе курения. В любом случае Спаркс откроется для тебя совершенно неожиданным образом. Пизда как охуенно написано, только было бы это все в реальности. Но нихуя. Давайте я вам все объясню. Короче, про эти шарики, про технологию, про изготовление, про прочие другие технические моменты, я думаю, скорее всего, можно будет посмотреть у других моих коллег. Но я вам не буду пудрить мозги, что, как, почему, зачем, а просто давайте сразу начнем по фактам. Это Спаркс. Это, грубо говоря, обычные стеклянные шарики. Стеклянные, да-да. Да, изначально, когда я первый раз увидел рендеры, я подумал, что это гидрогелевые шарики, в которых внутри имеется какой-то ароматизатор жидкий. И, типа, ты его добавляешь в чашку, он лопается от нагрева, ароматизатор растекается по табаку, табак его немного впитывает, и ты куришь абсолютно свежий другой продукт, грубо говоря, другую ароматику. Я так представлял, и я уверен, что ты это тоже так представлял. Но на самом деле оказалось все немного иначе. Смотри, это стеклянный шарик, на который, не то чтобы стеклянный, это может быть оргстекло, короче, не суть, это жесткий шарик прозрачного цвета, на который напылили ароматизаторы. И все. Сухие, порошковые, грубо говоря, возьмем такой вкус, как дикий фрукт. Это, кстати, самый отстойный вкус из всех представленных. Шарики, они по себе прикольные. Имеются они примерно вот такие вот маленькие, меньше, чем пулька в твоем клапане. И если ты его возьмешь и вот так надавишь, то этот ароматизатор напыления, оно как бы слезет с шарика, и у нас останется стеклянный прозрачный шарик. Вот и вся магия. Теперь. Я в ожидании встретился, грубо говоря, с представителем. Мне все детально, красиво объяснили, я все понял. Мы там попрокуривали. Я, конечно, еще на том моменте выделил для себя некоторые моменты, которые озвучено, но при этом я приехал домой. И целых два дня я выдрачивал этот Спаркс, чтобы наконец-то собрать какое-то мнение о данном продукте. Перейдем к фактам. На хуя это, собственно, нужно на рынке? Я не могу понять. Вот, хоть убей, я не могу понять, зачем Спаркс нам нужен. Для чего? Для того даже возьмем два варианта. Харека и домашнее курение. Чтобы вы понимали, как работают эти шарики. Типа вот я прокурил кальян, я его, кстати, уже потихонечку добиваю специально для вас. Все, подходит время для замены кальяна и продажи гостю второго кальяна, либо идет расчет стола, дабы посадить туда новый стол, который, возможно, выйдет по среднему чеку больше, чем прошлый стол. Но, Альфакер с продуктом Спаркс нам, грубо говоря, предлагает, вы должны подойти к гостю и сказать, здрасте, ваш кальян умер, и мы можем вам продлить его за 150 рублей на 15 минут с помощью инновационных ароматических шариков для усиления вкуса Спаркс Бай Альфакер. Знаете, что я ему отвечу? Я ему отвечу, иди нахуй, потому что это просто пиздец. Если ко мне так реально подойдут, я пошлю нахуй это заведение, я пошлю нахуй этого кальянщика, я его понимаю, что его заставляют это делать. Я просто в его глазах буду видеть, как он сквозь слезы, сквозь унижения, это то же самое, что и Кэнди Смок, только немного в другой вариации и немного в другом техническом использовании. Я тоже пошлю нахуй это заведение, где мне предложат эти мундштуки сладкие. Поэтому я не вижу этого продукта в Хареке вообще, это лично мое мнение. Почему? Да, он усиливает вкус, да, он продлевает, но всего на 15-20 минут. Я проверял просто по-разному. Я ложил 10 шариков, я ложил 30 шариков. Единственное, что при 30 шариках я получал, что это очень переоромлено, и это невозможно курить. Но я все равно прокуривал и понял, что этот вкус держится максимум 20 минут, потом он просто исчезает, испаряется. А почему ему там задерживаться? Это порошочек. Соответственно, он не смешивается никак с сиропом, он просто выгорает. Простая физика. Хоть 100 насыпь сюда этих шариков, получится больше вкуса, но по времени все эти 100 шариков прогорят примерно одновременно. Это зашкварненько. Теперь берем вариант домашний. Я сижу, курю кальян. Соответственно, мой кальян уже умирает. А у меня есть вариант, либо пойти перезабить, потратить 15 минут максимум, либо добавить шарики спаркс. Теперь, смотри, берем ситуацию прям реальную. У меня кальян немного уже подустал. Я специально одел меласовый ловитель для того, чтобы сироп с чашки просто не вытек на блюдце, на стол, потому что я курю на пятидырой чашке. Этот продукт невозможно использовать на фанлах. А, мне это сказал представитель, потому что фанелы обычно очень узкие, и главная задача сделать тебе так, чтобы эти шарики даже близко не касались каллауда. Соответственно, на фанелах, на гармошках и на алинах это очень сложно сделать. То есть, тебе изначально придется закладывать в чашку меньше табака для того, чтобы покурить 10 минут табака, а потом понять, что это маленькое количество табака просто съебалось с твоей чашки, и добавить спаркс, чтобы он не касался каллауда. Смотри, я беру, снимаю чашку, благо у меня есть миласа-уловитель, я знаю, что этот табак тетет, как сука. Я это все опускаю, поднимаю свой калаут, ставлю его вот сюда, беру базиликовый шарик, отсчитываю 10-15 штук, разбрасываю их по чашке, причем это нужно сделать быстро, дабы не потерять температуру. Разбросал. Потом мне нужно взять шило и немного их придавить, потому что я заложил количество табака, которое обычно всегда закладываю, чтобы полноценно покурить хорошую 40-минутную чашку. Потом я это все ставлю обратно, и вот тут, я уже, видите, мне немного неудобно. Жду. Примерно 5-10 минут. За это время я бы на самом деле заколупасил бы себе новую чашку, которой бы хватило заново на минут 40. И пока мы это все греем, давайте все-таки перейдем на более позитивную нотку, по вкусам. Есть все вкусы. Первый вкус. Кул Ментол. Прикольный вкус. Не путать с эффектом. Супер новый. Охлаждает, но очень приятно. Базилик Бласт. Базилик просто божественный. Реально получилось круто. Саур Пауэр. Реально добавляет кислинки. Реально кислит. Минти Фрэш. Обычная мята. Типа перечная и прочее. Сабзиро. Эффект супер новый. Причем очень крутой. Смузи Крим. Это, грубо говоря, очень приторная ваниль. И пахнет она просто божественно. И Дикий Фрукт. Ферс Фруит. Это самый неудачный вкус. Вкус мыла. Да, вкусы здоровенские. Но их, сука, хватает на 15 минут. Дальше их просто не вытягивают. Базилик. Очень здорово чувствуется. Из-за того, что здесь нет никотина, но есть в составе глицерин, либо пропиленгликоль, короче, это добавляет немного дыма и реально освежает твой кальян. Но подмечу, всего на 15 минут. Стоит ли вот эти все действия того, чтобы покурить в итоге всего 15 минут? И то, странно это все курица, потому что этот вкус, эти шарики почти на 80% перебивают то, что у вас было изначально в чашке. Ну и еще плюс, если сидеть в полной тишине, то слышно, как они трескаются. То есть, как это напыление лопается. Как вы заметили, дыма реально стало больше. Подводим итоги. Как продукт, это интересно. Но куда его применять, как с ним работать, это непонятно. И как всю эту механику вести, чтобы предложить это гостю в кальянной. Потому что даже если смешивая базилик, допустим, от Спарка с Дарксайдом ягодными вкусами, то базилик перебьет ягоды, а потом просто исчезнет, причем бесследно. Ну и плюс, не все гости согласятся что-то добавлять кальян за дополнительную стоимость. Это то же самое, как и сладкие мунштуки. То же самое, что если к вам подойдет кальянщик, на третьей смене угля и скажет, что следующая смена стоит 50 рублей. Либо вы доплачиваете и курите дальше, либо уебываете нахуй. Примерно вот так. Никаких претензий к альфакеру не имею. Это сугубо мое личное мнение по данному продукту. Я его прокурил от и до. Поэтому я вполне вправе говорить свое мнение, как есть о данном продукте. И, наверное, финальная фразочка. Мы не Европа. Мы здесь не дрочим на красоту внутри чашки. Мы не выливаем туда разноцветные пасты и не украшаем все это разноцветными шариками. У нас здесь такой продукт, скорее всего, просто не зайдет. Всем пока-пока. Это был Дава Дым. Это Sparks by Alphaker. Пиши свое мнение по данному продукту в комментариях. И, конечно же, послушаем мнение других блогеров чуть попозже. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok